Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит «О женщины, пожалуйста, раздавайте милостыню, давайте садака, почему я вижу большинство из вас в адском огне?» Эти слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, устрашили женщин. И что они сказали? «Хорошо, возьмите это золото, возьмите это всё, мы отдаём это в качестве милостыни». А затем они спросили его, почему большинство из нас будет в адском огне? Он ответил «По двум причинам. Первое, вы клевещете на своего мужа, ругаетесь, говорите плохие вещи, вы много проклинаете его. И во-вторых, вы на самом деле не обращаете внимания на то хорошее, что он делает для вас, или не помните этого, или вы не цените этого, или же не признаёте, что ваш муж делает что-то хорошее. В хадисе говорится «Он всё время добр по отношению к тебе, он совершает одну ошибку, и что происходит? Что вы говорите? Я никогда не видела от тебя ничего хорошего. Мне никогда не следовало выходить за тебя замуж. Ты был неудачником с первого дня нашего знакомства. Нет силы и могущества, кроме как у Всевышнего Аллаха. Вы должны держаться подальше от этих двух высказываний. Вы знаете историю о том, как Ибрахим, алей-иссалям, когда он сначала посетил Исмаил, алей-иссалям, постучал в дверь и спросил его жену, «Как ваша жизнь?» И она начала жаловаться на всё, на каждый аспект её жизни. Знаете, это нам сложно, и это сложно для нас. И в сообщении пророка Ибрахима, алей-иссалям, в отношении невестки было сказано, «Когда твой муж придёт домой, скажи ему, что приходил странник, и сказал, поменяй порог своего дома». Поэтому, когда Исмаил, алей-иссалям, вернулся домой, его жена сказала ему, «Приходил один путник и навестил нас. Он спросил, как у нас дела, и оставил сообщение для тебя, сказав, поменяй порог своего дома». Поэтому он развёлся со своей женой. Женился на другой женщине. И снова пророк Ибрахим, алей-иссалям, приходит в гости, и по милости Всевышнего у сына красивая жена. Он спрашивает, «Как ваши дела?» И она ни на что не жаловалась, сказала, «Аль-хамду лиллях, мы довольны всем. Аллах даёт нам и милости, и испытания. Мы всё это принимаем. Мы всем довольны. Хвала Аллаху, Господу миров». Пророк Ибрахим, алей-иссалям, говорит, «Когда муж вернётся домой, скажи ему, держись и стой на пороге своего дома». И он берёг эту жену. Так что же, сёстры, поверьте, вы из тех, кто жалуется, или из тех, кто доволен? Мужу не нравится ворчливая жена. Это та жена, которая всё время болтает, говорит и говорит без остановки, комментирует, спрашивает каждую деталь, «С кем ты сегодня был?», «Что вы делали?», «Кто тебе звонил?» И так далее, и так далее. Не потому, что она хочет разделить с ним что-то, но есть множество моментов, которые не относятся или не связаны с его личной жизнью, работа мужа, его друзья и так далее. Жене следует немного воздержаться от этих вещей и говорить только о необходимом. Понимаете, мужчина, уставший приходит домой с работы, ему нужен отдых, он не хочет забивать себе голову большим количеством вопросов или проблем. А она подготовила ему целый список проблем. Но ей нужно выбрать для этого подходящее время, с тем, чтобы общаться с мужем. И слова её должны звучать нежно и мягко, так, чтобы он мог ответить ей тем же. Но я думаю, что как только она сможет подобрать ключ к правильному и успешному общению с мужем, то прежде всего ей следует следить за языком. Как только она научится подбирать слова, думаю, многие проблемы уладятся. Позвольте мне упомянуть один очень красивый момент в отношениях между мужем и женой. Пророк Мухаммад, алейиссаляту ассалям, сказал, «Разве я не поведал вам о женщинах рая?» Он говорит, «Среди них есть та, которая разозлилась на своего мужа или муж рассердился на неё, а она стучит в дверь и говорит, «Я не пойду спать, пока ты не будешь доволен мной». Итак, эта женщина в раю, салям. Разве это не прекрасно, сёстры по вере? А как вы строите отношения со своим мужем? Вспомните, как Хадиджа, да будет доволен её Аллах, вела себя по отношению к пророку Мухаммаду, алейиссаляту ассалям. Она всегда была рядом, она поддерживала его. Он говорит, «Она верила в меня, когда больше никто не верил в меня. Она поддерживала меня тогда, когда больше никто не поддерживал. Поэтому, о сёстры, я хочу, чтобы вы были похожи на Хадиджа, да будет доволен её Аллах. Пожалуйста, поймите это. Вспомните мои слова. Не пинайте человека, когда он упал. А сейчас я расскажу вам правдивую историю. Помню, как в моей жизни однажды был трудный период. Моя жена продала своё золото, а я знаю, сёстры, как сильно вы любите золотые украшения. В моей жизни в тот момент был тяжёлый период, несмотря ни на что она не пнула меня, когда я упал. Так же, как Хадиджа, да будет доволен её Аллах, всегда была рядом с пророком Али-Иссаляту Ассалям, поддержала его. И могу сказать, что особенно я не забуду тот момент, когда моя жена ухаживала за моей мамой, насколько её ценность возросла для меня. Братья и сёстры, поймите, пожалуйста, в вашей жизни кто-то другой придёт и отнесётся к вам так, как вы относились к мужу. Кто-то выйдет замуж за вашего сына и поступит так же по отношению к вам. Далее, сёстры, относительно вашего поведения. Помните, что вы матери будущего поколения. Ваши дети смотрят на вас 24 часа в сутки. Они вас видят больше, чем они видят своего отца. Они смотрят на вас, слушая ваш голос, смотрят на ваше лицо. Они смотрят на то, как вы ведёте себя утром, встали ли вы на намаз. Если вы не молитесь, неужели вы думаете, что ваши дети будут молиться? Как вы думаете, что будут делать ваши дети, если вы ругаетесь и жалуетесь? Как вы думаете, каким будет мышление и воспитание ваших детей, если вы смотрите телевизор весь день? Если вы всё время требуете, дай мне это, дай мне то, почему ты не делаешь того-то и того-то? Как вы думаете, как будут вести себя ваши дочери, когда они вырастут? Если вы не покрываетесь, если вы принижаете себя, показывая свой аурат в обществе? А что такое аурат мусульманки? Это всё её тело. Однажды пророк Мухаммад, алей-иссаляту вассалям, проходил мимо мечети. Там стояли женщины. И он сказал им, «О, женщины! Воистину, Аллах, Свят Он Велик, позволил мне увидеть ад. И я увидел, что многие его обитатели – это женщины. И они сказали, «О, посланник Аллаха, как же так?» Он сказал, «Потому что они склонны ругать, жаловаться и распространять сплетни. И также они неблагодарны своим мужьям. Так что, если их муж даёт им всё, они злятся на него и говорят, «Ты никогда не давал мне ничего. Нашим сёстрам следует предостеречь себя, контролировать себя, осознавать, что они цветы Ислама, а также они рабы Всевышнего Аллаха, Свят Он и Велик. Итак, мои сёстры, держите свой дом в чистоте, держите себя в чистоте, держите своих детей в чистоте. Сделайте так, чтобы муж чувствовал себя хорошо и расслабленно, когда приходит домой. Не встречайте его претензиями самого порога, где ты был, где продукты, где деньги, которые ты мне обещал, с кем ты говоришь. Позаботься о нём и будь благодарна Всевышнему, особенно если твой муж верующий, и он молится. А также я хотел бы напомнить нашим братьям, что никто из нас, если бы нам дали такую огромную ответственность, никто не смог бы делать того, что делают женщины. Психологически вы не можете сделать это. Ваш мозг не готов делать то, что они делают изо дня в день. И всё же она находит время. И заботится о себе, и она заботится о своём муже. Да вознаградит Всевышний Аллах таких сестёр, да скроет Всевышний Аллах их ошибки, да поможет Аллах их мужьям, братьям и сыновьям ценить их, потому что это красивые деревья, которые приносят благословенные плоды, о которых Всевышний Аллах упоминает в Коране. Субтитры создавал DimaTorzok